Украина в этом году может довести до конца все заочные судебные процессы в отношении Януковича и его соратников. А потом заявил генпрокурор на итоговом совещании по результатам работы за прошлый год. Юрий Лусенко также добавил, что в ходе расследования в отношении президента Бедлеца и его окружения подозрения выдвинуты четырем сотням человек, 200 из них правоохранители, 50 уже признаны виновными. Юрий Лусенко также сообщил, что по закону о спецконфискации в страну вернули 44 миллиарда гривен, украденных Януковичем и его соратниками. Эти деньги уже используют для улучшения социальной инфраструктуры, а также на нужды Минобороны. Активно боролись и с коррупционерами. За год правоохранители раскрыли 9,5 тысяч коррупционных преступлений. 1600 чиновников осуждены. Это, по словам генпрокурора, в три раза больше, чем за предыдущие годы. Чтобы увеличить количество реальных сроков, коррупционерам в ГПУ подготовили изменения в законодательство. Хотят, чтобы депутаты отменили условные приговоры за взятки и незаконное обогащение, а тюремные сроки за коррупцию установили как минимум от одного года лишения свободы. За выполнение каждого коррупционного преступления, криминальная ответственность должен предоставить и 8, и 5, и 4, но не меньше одного года в язнице. Никаких штрафов там не может быть. Не меньше одного года избавления воли. Это нижняя межа оценки любым судам любого коррупционного преступления. И следователи, и прокурор, и судья будут бороться с злочинностью. Той, кто будет переходить на другую сторону в этой войне, будет получать покарание не меньше 5 лет.